Эппендорфики, чтобы сделать ПЦР-тест, пробирки, чтобы взять кровь, дезсредства, вата, перчатки, все, что нужно. У врача Владимира Сёкина и медсестры Светланы Емельяновой очередной вызов. Сейчас у бригады в день по 30 выездов на дом к пациентам. Нагрузка на первичное звено здравоохранения сейчас огромная, в связи с большим количеством заболевших коронавирусом. На износ сейчас работают не только врачи, но и служебный транспорт. Его порой просто не хватает. На помощь пришла народная скорая. Виталий Семёнов – волонтёр на колёсах с самого начала пандемии. Учится в колледже, всё остальное личное время довозит врачей до пациентов. Тратят свой бензин, стоят в пробках, но, видимо, есть ценности поважнее. Я решил просто помогать врачам, потому что сейчас проблемы же с коронавирусом. И я подумал, что лучше помогать, чем просто сидеть и смотреть на всё. Вызовов много, да. Очень много больных, и из-за этого приходится много волонтёров выходить. Бывает по две машины, выходит по три. В Самаре-Итальяте добровольцы волонтёрского центра обеспечивают доставку врачей городских поликлиник до пациентов и помогают медикам привезти лекарства для тех, кто проходит лечение на дому. Волонтёры, и в первую очередь волонтёры партии «Единая Россия» пришли на помощь и пошли с нами помогать людям. Вот особенно радует, что это молодёжь, что очень много ребят, которые относятся к молодой гвардии «Единая Россия», которые приходят и говорят, что мы ещё можем сделать. Вот это то поколение молодёжи, благодаря которому мы можем говорить о том, что у нас с вами хорошее будущее. Только эта поликлиника в посёлке Мехзавод обслуживает 29 тысяч жителей, а всего таких отделений при седьмой горбольнице пять. За каждым закреплён автоволонтёр. В пиковые дни их число растёт. В ближайшее время в каждом городском округе к добровольцам присоединятся члены общественного молодёжного парламента. Сергей Павлов, Сергей Костин. Новости губернии. Новости губернии.